итак ребят с вами допгай и наконец-таки наша мексика победил гражданской войне в америке о то есть мы смогли наконец-таки обезопасить наши границы здесь все ребята показывались очень плохо как бы нам пришлось пришло взять ведь под контроль эти территории иначе было не как и теперь вопрос самый главный начнутся ли вот эти события здесь вот и сервер восстание англов началось мы реинтегрировали покинули это реинтегрировали как бы до рано или поздно с долго пройти вон там территория мы их захватили я надеюсь что наконец-таки у нас эти ивенты пойдут потому что гражданская война то закончилась пятки надеюсь что засчитала что она закончилась потому что технически то победители там не было я просто схавал все страны там верно я не удивлюсь эти говорят секунду кладу или новую англию назовут победителем но тем не менее дивизии как-нибудь вот так распределим я не знаю куда сейчас отправить это пускай еду пускай трениться будем потихоньку на механ переводить свою армию нас есть на это время нормальная механ танки надо экономить людей у нас людей осталось не так уж то и много ну и посмотрим что как будет развиваться поехали ну и конечно если вы еще друг не подписаны обязательно подписывайтесь это крис воинской повинности к вебеке уже стартанул он как раз таки после гражданки обычные начинаются вот она робот англоязычного восстания все мы взяли вот на восстание англов пошло видите здесь минус политка плюс урон гарнизоном плюс шанс активности эффекта за не скрыть сопротивление минус 5 то есть мне занерфили немножко задания и сопротивление может при 60 процентов это придет к восстанию то есть нам нужно удерживать 60 меньше 60 процентов этих сопротивления у нас уже есть вот здесь вот 60 где боты не могли контролить надеюсь что мы сейчас этим справимся а наши агенты реально сейчас должны просто все работать резко на подавление типа вот этих регионов там где нам боты сопротивление накидали очень неудачно давайте так давайте сразу вот так и надо подумать что он спам и павору на картизона вроде хватает да да окей отлично садовы хот на ринг очень интересно нас людей не хватает в гарнизоны есть мысль о том что нам нужно распустить одну армию и я наверно так и сделаю нам нужно заполнить гарнизоны поэтому нужно распускать армию останется 2 конечно неприятно но что поделать и в целом я думаю мы потом будем обучать наш механ давай кто танки будет уже 3 армии делать танковый смотрите-ка вот он действительно лично сопротивление это важно заводов один завод просто либо инфраструктуру либо нет ну людские ресурсы мы точно не хотим тратить я думаю урон инфраструктура это то что мы можем перелетут еще и людей никто не убивает самое то а вот вот разлиться смотрите-ка это кончится плохо не саботировать конечно видим это можно как-то пересесть на кого-то раз нам дают возможность делать так и организация начинаем и эдуард отрекается от престола ну конечно в гражданке вы сейчас он проиграл пора и отрекаться и слушайте по сопротивлению так смотрю вообще вроде нормально то есть как бы здесь вот эти критические регионы снизится здесь продержится здесь фон как бы давайте посмотрим просто какая цель сопротивления от минус 10 до 10 то есть все должно быть в пределах да нормально у нас будет около 10 процентов держаться и все будет отлично если говоря давайте достроим военные заводы а потом перейдем полностью на починку на что здесь огромный список того что надо будет починить и все наше раз что мы построили разворачиваем и тренируем нам она еще конечно очень пригодится вы бы присоединяется крик с пакту но я не думаю что тот союзник который может помочь потому что франция прям уже в италию вырывается хотя здесь ощущением она отдала чуть-чуть территории да но все еще ситуация такая очень на тоненького я бы сказал а здесь на будках как вы помните мобилизовывается поэтому он начинает недопроизводить на решение как бы здесь еще и бафов наверное на производство больше но это не точно не знаю ситуация выглядит пока что не в сторону рейхспакта на дистанции и у нас теперь открываются новые фокусы да вот эти все штуки делать ну давайте начнем с вот этих потому что просто минус сопротивление нам не сильно нужно нас как бы так или иначе цель 10 а здесь везде 10 то есть как бы все равно потом сразу поднимется лучше под конец нажимай так что начнем с лево-направо положение женщин янки а вот эти говорят судьба америке и слушайте я думаю можно что выделить но объясненно говоря нет нет мы давайте вы контролируете напрямую потому что это куча промышленности а нам нужна эта промышленность так что америка переходит под наш прямой контроль реорганизация территории продолжается полноходом ликования слушайте а что это такое штатанская администрация все решением окей я понял в чем дело я думаю может хоть что-то вернуть нет это именно как бы границы переделать до плитов так сказать да окей как скажете стас 5 стапки за политку нормальное действие англоязычного сопротивления да господи хватит меня душит но мы всегда будем выбирать трое рядом что здесь люди и фабрики а здесь только инфраструктура и политка плитки как бы ну ладно немножко жалко но потерпим здесь снимается а людей нам нельзя терять ни в коем случае у нас их почти нету переименование техаса лично мы должны убиться что знает что это те джаз мы контролируем те джаз отлично вот они южный техас и точнее ты джаз правильно помните северный ты джаз и не мексико но его мексика находится под нашим контролем отлично альта калифорния снова под нашим контролем так это да вот она а знаете что еще заметил какой интересный факт в россии все еще висит национальная революция от савинкова видите савинка сенат он отклонен требования вождя савинка начал подготовку национальной революции вот тут то уже евразисты поехали да и как бы есть такой нюанс что по моему этот мальчика тоже никак не уберется и получается россии нельзя делать новые дивизии расформировать или редактировать моему россию сломали нахуй этим и по все они не могут армия что у них есть все она такая и будет всегда она может только уменьшаться на не может увеличиваться и по моему из-за этого россия в тупике и так как у нас там уже военная полиция скоро следуются делаем и нашу прекрасную кавалерию на полную дивизию это вот так и пока что стигаря даже уже требуется меньше странно вообще не должно влиять особо но сейчас мы добавим сюда военной полиции все резко изменится положение женщинам территориях всеобщие права всем женщинам на голосование либо с не лучшего времени да нет давайте к всеобщие право всем женщин опять за объемы заводского производства политку тратят дай похуй у нас еще на фармиться на фокусу после этого момента заканчиваются и смотрите какого-то съели догомею съели это в африке если правильно помню сербия что сербе в африке что я францию замерили наверное выглядит очень шизово в принципе я не удивлен нас хотят демобилизовать экономику наверное экономику мы дадим обилизуем а вот призыв даже не знаю честно говоря вообще вообще надо вообще надо снижать давайте так и сделаем и посмотрим так у нас есть военная полиция сразу же покачиваем вторую чтобы еще больше людей экономить и смотрите сколько мы таким образом экономим 42 тысячи людей 5000 винтовок соли же 90 до послачения конечно это того однозначно стоит лично и так действительно нет нет просто делали сегодня фокус я жду ивента я думал это он но это не он и так мы просто всегда будем выбирать 2 все вот с религией на территориях религиозное единство а здесь можно сделать что угодно то мы конечно же будем навязывать религиозное единство стоимость политической власти минус 0 15 отлично весь да но нормально от камбэка обман поросите говоря надо понимать что когда у нас поднимется немножко подчинения то у нас он повара будет побольше так что мы будем отсюда собирать побольше людей это нужно конечно время чтобы подчинение успела набраться но вообще вообще набирается достаточно нормально жить видите в американском союзе вообще можно было бы на полицию перейти а то и на гражданский надзор вообще-то вот можно весной полиции надо чтобы комплайн быстрее набирался поэтому я думаю это хорошая идея здесь конечно достаточно тайны потому что здесь видите сколько сопротивления надо сначала его побыстрее сбить а здесь уже можно больше подчинения без порядке гринга нет пошли просто больше полиция политка улетает но нам плевать еще получится и давайте-ка позиция в отношении индейцев потус языка на территории пока не выучи наши делать это быстро двуязычный английский опять таки мы все идем на то чтобы минус политку то есть все такие суровые решения которые надо принимать принимаем так что они выучат наш язык крупное наступление англов ой 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 это неприятно 260 политики 35 тысяч людей 35 господи очень больно надеюсь мы побыстрее совсем справимся вообще свера странно потому что у нас подчинение растет и сопротивление очень мало везде козе несмотря на то что мы демобилизуемся до технически но все равно растет мангар как раз таки я подозреваю из-за того что у нас растет подчинение вас видите 130 миллионов населения не национальных регионов вот оттуда мы в основном получаем наш сейчас мэн пауэр в дивизии я думаю так статус американских индейцев мы стоим бок о бок с угнетенными индейцами а то и мы делали шарлингрейт я увидел 14 по моему нам еще добавилось отлично сколько у нас гарнизонах сейчас 160 тысяч отлично сделать с городом мишуры у нас сейчас произойдет сопротивление еще упало гарнизонах теперь вроде тоже чуть подопали но все не так интересно как и вент который сейчас выйдет может мы национализируем что-то так вот она они помогли финансироваться лост или стас акции лидерации по которой правительство сейчас сегре интересно стройте тяжелую индустрии на их трупах я думаю до консультировать студии под контроль правительства потому что ты даст нам баф навсегда эти 20 политки от камбэкаются нормально 5 беспорядки бред надеюсь не будет жестче винт на минус power еще нам осталось немножко может скоро покончим с этим сигаре я думаю стать именно тайную нашу полицию можно вместо этого создать собственных бандитов так сказать да из добровольцев но они как будут не напрямую нами нами контролироваться хотя возможно максимально близким углом к этому как-то прилагать усилия чтобы мы контролировали но тем не менее мы будем создавать какую-то параллельную не нашу так сказать организацию из этого можно создать просто нашу организацию которая будет контролировать с нами напрямую и думаю это и хорошая идея судьба лава культурное наследие мемориал нашим солдатам разрушен вверх него для хорошей они давайте-ка и трудно следить на стапке ну блин сотка и так хватит выбирал нашим солдатам полет кодка бэком хотя объективно говоря надо было брать на ставку ладно опять без как беспорядки да душат и душат ничего мы справимся и я распустил еще половину вот этой армии чтобы вместо них начать обучать себе больше танковых дивизий и потихоньку мы идем к этому блин лукан двигаться неприятно тем не менее мы я думаю в один момент достроился все необходимые танки и будем еще сверхпроизводить так что до танковая армия на подходе если англоязычное сопротивление это обычный ивент почти закончили вот наконец восстание янки но теперь я выдали две дивизии краски военной полиции секретный их нельзя расформировать блин а зачем такие дивизии выдавается не директор не будут никогда использоваться в бою как держится брону мексика я не знаю что еще делать опять партизу данный 5000 павора схавали раз 5000 людей погибло там 35 это же ну нереально даже несколько дивизий да но звучит как-то слишком дико на самом деле и еще один грейд у нас военной полиции 100000 всего на гарнизонах про сидят отлично можно кроме того я думал судить гражданский надзор поставить а вот здесь вот вообще тоже сюда перейти на местную полицию чтобы починение еще быстрее расслал отлично мы скоро очень много отсюда будем пробки вывозить и людей тоже итак ребята вот она эти марили беженцы ok вот она под восстание будут переломлен наконец-таки ставился мир и мексиканский рел парит от калифорнии до и катаны я бы сказал еще и до новой англии тоже конец восстание енки происходит убираем и восстание англов отлично и взгляд назад и вперед покорить центральную америку и карибский бассейн забудем видимо начинает наше развитие в других каких-то направлениях я бы так сказал осознали то что мы очень сильны и можем взять под роль еще дополнительные территории какие-то вот она перерастаться национальными мы получаем опять-таки кучу manpower кайф вот это отлично и вместе с этим промки тоже наверное получили ну ладно промка нам уже не так сильно но все еще есть кнопки на строительство фабрик за политку я все еще буду нажимать потому что ночью нет классные кнопки на самом деле верно так что будем нажимать авиация сюда подлетает войска сюда подошли уже будем готовиться к наступлению стал в центральную америку авиация у нас отличная радиусы у них мне очень нравится супер а к этому сделали у нас есть решение нас передняя северной америке давайте и вот она смотрите-ка претензии на панаму давайте начнем до центральной америке собственно говоря можно еще будет вернуть филиппины в латиноамериканский мир это война с японией мне кажется война с японии уже вне так сказать наших интересах но и таки мы выбрали мексиканского короля до мексиканского монарха точнее я бы сказал наверное что у нас империя императора можно сказать да это он был вот он и блин мне кажется что мы не сильно хотим куда-то вот с конфликт из какие-то европейские азиатские вникать верно то есть туда лезть нам наверное вообще не интересно возможно канада южная америка центральная америка карибы да ну и вот даже карибы как-то южная америка смотрится не сильно интересно для мексиканской империи но вот этот регион я думаю мы должны точно игнорировать потому что это как-то ну а сам не катит оккупации америки тоже не совсем катит но этаке на фоне абсолютной некомпетентности любых здесь сторон кажется очевидным что именно мексика должна контролировать территория и я теперь вообще вашу гражданский взор везде пускаю нас подчинение улетает в небеса риска армия держится на запад наконец-таки настала вот эта война и как я говорил блин мне кажется из национальной революции они конечно по сопротивляются но в один момент закончится у них нет возможности визе меня делать новые удалять старые то есть это все у нас откроется новое решение на америку и после может быть этого также фокусы к на место америке северный что это 3 и осмотреть ка здесь надо чтобы не было других те я понял то есть мы должны что-то из этих трех выбрать у нас доступно было только вот это значит значит только это именно приходит нашим пути как я понял ладно немножко странно но но допустим так значит разработчики это задумали эти к центральной америка а три дни сюда занимают окей подождем здесь в тюрьме теле франция из расслабила всех своих людей не чувствую там это война идет до последнего европейца как говорится что мне точно не сильно интересно участвовать возвращение дома можно открыть и наверное здесь кроме танта еще и германии нужно показываться или нет да так и есть можете но я ожидал цифр побольше как-то понятно что немало они так есть в этой войне нету до 2 велик крик ли где-то должна быть германская бхарадская война это она что ли черт его знает но короче герман тиреточных людей нет это тоже не она это канадская сербская канадская египетская канадская арабская что вы делаете канадцы и на как будто это должно быть этим этим но но это не она потому что германия здесь не участвует очень как-то сломаны здесь все эти войны непонятно сколько реально понесли немцы потерь ой смотрите-ка сделали претензии можно начать воевать давайте вот и это нажмем на претензии окей не обязывает нас войну начать вот эта кнопка уже наверное добавить войну это уже обязывает так что мы до объявим и вот мы сделали фокус такое место в мексике в северной америке но решение у нас не разблокировалась это любопытно начинаем войну у нас здесь авиация флот армия все участвует все очень сильное давайте посмотрим на потери центральной америке 1515 против 200 человек 300 примерно приятные потери ну да и мы в итоге всего лишь от 1000 теряем но возможно до 2 добьется да здесь теряются 70000 вполне себе недалеко от 1 к 100 ну вообще скорее будет 150 у нас под конец будет вот теперь вопрос самый главный а нужно ли нам начинать войну с фонтантой да потому что если мы пойдем куда-то вот сюда то мы для быстрее спорта либо с торты и начнем войну их фактом у нас плюс-минус на самом деле типа нормально отношения потому что помните да наши фокусы можно считать что у нас должен быть хорошие отношения плюс у нас то есть ребята тоже там видите дружат с германией у нас здесь мы с германией тоже дружим я считаю против респакта на воевать как-то ну совсем не комильфо то есть как будто на его стороне но опять-таки воевать с антантой но тоже как-то не совсем вписывается мне кажется уж если сша еще как-то можно да под нас подставить под наш лор то захват вот канады всей аляски вот этого всего как-то уже не вписывается а так как они защищают вот эти территории южную америку и принципе и карибы то я бы сказал что территории мы в принципе оставим но останемся в паритете каком-то стил я бы сказал хоть мы стали очень-очень странно и понятно что по игровым так сказать механиком мы бы их просто разводили но я думаю как страна мы бы вряд ли на мексик хотели и вряд ли бы мексиканский народ хотел этой войны честно говоря и более после всех потерь что мы перенесли в американской гражданской войне и время возвращения своих территорий я думаю мы все-таки окончим на этом наше прохождение дальше как-то был бы просто покраса ради покраса так что с вами ребят был такой подписывайтесь если вы вдруг не были подписаны лайки комментарии и дискорд все ребят как обычно и до скорых встреч пока